Всем привет! Когда-то, когда-то все тайное становится явно. Вот, ребят. И сегодня я расскажу об одной такой тайной вещи, которая, в принципе, уже может сейчас раскрыть. Это переход Андрея Лунёва, бывшего вратаря Зенита, в Байер Ливеркузинский. Вот. И потому что это мерзостная история, в которой ведущую роль сыграл агент Лунёва Антон Смирнов. Антон Смирнов. Вот. Это человека, как бы мягко, очень мягко сказать, ну, как бы у меня таких слов. Это набор фекалий. Вот этот агент Смирнова, это набор фекалий. Вот. Из-за него и появились все проблемы Андрея Лунёва. В принципе, Андрей Лунёв, он не был готов продлить контракт с Зенитом, да? Да? У него истекало контракт с Зенитом, и он был готов продлить. Зенит ему предложил контракт, но на более... На более худших условиях, да? Почему? Потому что Лунёв это очень низкого уровня вратаря. А Лунёв предложил... Притащил в Зенит, можно сказать так. Это непосредственно Сергей Семак. Потому что он тренировал Уфу, и из Уфы он взял этого вратаря. Вот. И в Уфе этот вратарь показывал себя неплохо. Неплохо. Но когда он пришёл в Зенит, все очень быстро поняли, да? Что вратарь довольно-таки, мягко говоря, средненький. У него отсутствовала, в принципе, реакция. Он ни одного пенальти не отбивал. То есть, если он пенальти пробивает в ворота Зенита, то всё. Он его пропустит. Он не вообще пенальти ни одного дня не взял, да? В отличие от того же Ладыгина, помните? Вот. У него очень плохая была прыгучесть. Его часто перекидывали. У него было плохое позиционное видение. Ну, в общем-то, это было спустя где-то два года, да? Было понятно, что Андрей Лунёв это довольно-таки слабенький вратарь. Да. И, несмотря на всё это, да, Андрею Лунёву предложили контракт на более пониженных условиях, да? Нежели у него было раньше. Ему сказали, хорошо, ты будешь вторым вратарём, да, или там, третьим вратарём, но давай зарплату у себя понизим. Потому что, извини, дружок, твой уровень довольно-таки посредственный. Вот. Ну и всё. И принципы Лунёв был не против. Но тут мешался наш Антон Космирнов. Кто такой Антон Смирнов? Это агент Лунёв. Это спартаковский болельщик. Это человек, личный там друг Михаила Барзыкина. Уже можно сказать так, друг, да? Он выступал на канале Михаила Барзыкина. Это спартаковец. Вот. Со всеми, со всеми вытекающими. И самое главное, даже не то, что он спартаковец, а в том, что он очень мерзкий человек. Очень. Он за деньги продал собственную мать. Что и было сделано. Он продал, в принципе, Лунёва вратца. Ради собственных денег. Когда Лунёв был в Зените, да, руководство Зенита вообще отказалось платить какие-либо комиссионные агенты Антона Смирнова. То есть, во время переподписывания контракта. То есть, Лунёв переподписывает контракт на новых условиях Зенита, да. Но при этом Зенит не платит вообще никаких комиссионных Антону Смирнову. И это взбудоражило. Это взбудоражило вот этого Антончика Смирнова. Ну как же, как же. И началось. И началось. И началось поиски нового клуба. Лишь бы только заработать бабки. Лишь бы только заработать бабки. Меня интересуют только бабки. Я слушал этого Антона Смирнова на канале Барзыкина. У него было такое, да. И там, я просто вам перефразирую его фразу, да. То, что он там сказал. Я, когда он это сказал, я охуел, блядь. Он говорил. Мы ночами не спали. Мы ночами не спали, чтобы заработать этот миллион долларов. Чтобы, да, да. Миллион долларов выплатил Байер вот за... Представляете ли? То есть они, Лунё, Андрей Лунёв, он свободный агент, да. И просто Байер подписывает контракт со свободным агентом. Там никакого трансфера нет, перехода нет. И Байер должен заплатил Антону Смирнову миллион долларов. Ни за что. Просто потому, что Антончик Смирнов согласился. То есть, по сути, Антон Смирнов это был крышей Андрея Лунёву. Вот, и... Меня в этой всей истории поразила слова, вот, с канала Борзыкина, вот, я слушал, да. И после этого выключил сразу, как Антон Смирнов сказал. Мы днями и ночами не спали. Днями и ночами не спали. Мы работали. Что вы делали? Работали? Слушай, ты, Антон Смирнов, ты хоть знаешь, что такое вообще работа? Хоть один день в своей жизни поработал? Вы не занимались работой. Вся ваша работа заключалась в коррупции и крышевании вопросов Лунёва. То есть, не заплатить один миллион долларов, Лунёв не перейдет в байер. Вот вся ваша работа. Вы занимались вымогательством. Антон Смирнов занимался вымогательством. Самым настоящим вымогательством. И, в общем-то, Андрей Лунёв перешел, таким образом, в байер. Он, в принципе, не хотел переходить в байер. Он прекрасно понимал Лунёв, что он там не будет играть. Но, но, а Антону Смирнову, агенту Лунёва, нужны были бабки. У меня, мне, меня вообще ничего не интересует, кроме бабки. Я свою маму продам ради бабок. Да, самое главное. Хо-хо-хо. Вот, в общем-то, перешел Лунёв в байер, и все. Уже скоро... Он летом перешел в байер, да? Уже скоро будет как год. Лунёв не сыграл за байер ни одного матча. Немцы не глупые люди, они очень умные люди. Они все поняли. Они поняли, что их наебали. Как также итальянцы поняли, что с Кокориным их тоже наебали. Бля, пиздец в том, что, ребята, вот представьте, что Кокори, да? Вот Кокори, да? Он же выходил на замену не картых матчей в Ферентине, да? А Лунёв? Ни разу нахуй. Он вышел только в одном кубковом матче. Кубковый мяч, по-моему... По-моему, чемпионы Германии или Лиги Европы, я уже не помню. И все, и пиздец. И боже, пиздец, по-моему. То есть чемпионы Германии вообще не выставили. Даже Кокори иногда выпускают на замену. И при этом Ферентина считает, что их жестко наебали. Тут с вопросом с Лунёвом, там-то вообще жопа полная. То есть просто... Их просто развели, как лохов. Байер понял практически сразу же, что Лунёв это очень слабый фронтарь. Очень слабый. Как это понял, в свою очередь Зенит. Ну вот. Поэтому... Вот такая история. А что будет дальше делать Лунёв? Ничего. Или его отправят куда-то в аренду. Какое-нибудь днище, швейцарское. Или у него закончится контракт с Байером. И он перейдет как снова в Уфу какую-нибудь. Или там Тамбов и все. Вот и все. Вся история этого перехода. Но... В принципе, Лунёв бы и сейчас играл за Зенит. Был бы, наверное, первым воротарем. И никто бы Крицуйка не покупал. И играл бы Лунёв в Лиге Чемпионов. Если бы не этот агент Лунёва, Антон Спернов. Который ради бабок все это сделал. Ему не интересовал вообще сам Андрей Лунёв. Насрать на него было. Его интересовали только лишь бы состоялся этот переход. Вообще не важно куда. Лишь бы ему только дали бабки. Все. А сам Андрей Лунёв его вообще не интересовал. Немного еще добавлю про Зенит. Зенит от всей этой истории, вот когда он себя закончил, он перекрестился. Почему? Потому что он избавился, во-первых, от довольно-таки посредственного воротаря. Во-вторых, он вообще не хотел иметь никаких дел с этим Антоном Смирновым. Вообще. То есть, Зенит реально перекрестил, сказал, боже мой, слава богу, что мы вообще их ни обоих не будем видеть. Вот такая в принципе история. И Зенит больше всего выиграл. Но Лунёв, Лунёв, Лунёв сидит на банке. Сидит на банке. А Антонин Космирнов пересчитывает свои бабки. А Зенит радует и говорит сам себе, боже мой, как хорошо, что мы с этим... Да, больше и больше, больше у нас этого нет. Ни Лунёва нет, ни Смирнова. Всем пока.